Будовництво водопровода, ремонт дорожного покрытия, ликвидация звалки бытовых отходов, доброупорядкование и развитие инфраструктуры. Усяго на приеме старшини Гомельского обл.Канкама у вересня этого года зафиксовано 16 пытаний, связанных с Улуковским сельским советом. Певная их частка выращена у короткий термин, особная потребность финансовых укладаний, и тому на это необходимый час. Зараз все обрунтованные пытания находятся на контроле областных уладов. Комиссии периодично выезжают, как проверить взробленное и провести размолву с населенством. Однако диалог не завжды складывается конструктивно. С выращением певных пытаний уже хоры сгаджаются, а вось по инших отновляются спрыжки. Следующие вопросы. Установка так. Несогласие с местом развещения выбивалки для ковров. Там вообще поставили под самую дворовую территорию. И по этой выбивалке, и ковры, и тут детская площадка, крыки, виски, мечи гоняют мой забор. Я сделала замечание, они у меня фотографии есть, я засняла. Ручками дети уже машут мне. Это мне, что вместо столба у нас это все. Огородите двор забором. Вы уже понимаете, что в любом... Двор огородите забором, понимаете. Ну он там... Размова об этом пятиповерховом доме у поселка Юбилейный. Он был сдаден в эксплуатацию в минулом году. По словам Жанчины, домовладания, якой находится про дорогу в приватном секторе, такое суседство выкликает шмат незручностей. Мало того, что пятиповерховый дом закрывает солнце, так еще и подъезды разгорнуты не в тим на керунку. Восьмидесятиквартирный жилой дом, значит, он строился по госзаказу для жителей Гомельского района. Значит, с тех пор начались жалобы хозяйки дома, который расположен напротив, через улицу механизаторов, вот с этими претензиями. Проектная документация прошла государственную экспертизу. Только после проведения государственной экспертизы мы, конечно, могли здесь все построить. Однако особные жихары у Луковского сельсовета не могут знайсти взаиморазумения не только с мясцовой уладой. Есть претензии и до суседев. Это часом перерастая у серьезные конфликты. До нас за допомогой звернулась жихарка везки Головинцы Алина Рудова. На протягу десяти годов на территории своего приватного подворка она занимается разведением курей. А ось суседка на супрыть Валентина Смаль стверждает, что такая идейность в Одессе с порушениями. И тому неодноразово выкликала санитарные и ветеринарные комиссии. Пришла бы сказала, Лен, там так, так и так не нравится. Мы бы сделали. Нашли бы общий язык. Тут звонок двери открываю, мы к вам комиссию. Проходите, идите, смотрите. Туда-сюда опять комиссия. Да что это такое? Что она от моей души хочет? Чтобы я закрылась? Я не буду закрываться, это мой хлеб. Я работаю. У меня этот сырай стоит 10 лет. И что, я буду его бурить? Для чего? Что это? Активная громадянская оппозиция суседки и Олена Рудова с оправдой, порушая санитарные нормы. Чтобы разобраться с ситуацией, мы взвернулись до специалистов. При рассмотрении обращения гражданки Смаль Валентины Федоровны, обратившейся по поводу размещения курятника, ее соседки, проживающей по улице Комсомольской, 14, населенного пункта Головинца Гомельского района, специалистами Гомельского районного центра генной эпидемиологии, неоднократно были проведены в этом году выезды. Последний выезд был проведен 22 ноября 2017 года. В ходе выезда нарушений требований санитарных норм и правил не было установлено. У ветеринарной службы района отказ аналогичный. Проверки сожнивних этого года были неодноразовые и что головное, без попередживания. Однако каждый раз члены комиссии только разводили руками. Сколько мы там обошли полностью. Человек занимается с душой своей работой. Поэтому я просто, ну не знаю, хотел бы сказать, что таких людей надо как-то поддерживать. А не ездить со всеми проверками. Она уже, я так понимаю, этот человек, который уже устал и на нервном пределе, так сказать, от этих всех наших проверок. Просто вот другой раз приезжаешь и, ну, жалко смотреть на человека. Для полноты картины мы связались с Валентиной Смаль. И вот что и она окажет на конт к этой ситуации. Валентина Федоровна, здравствуйте. Это вас Дмитрий Котов беспокоит, телеканал «Беларусь-4». Ваша соседка напротив Елена Рудова. Вот как вы прокомментируете вот конфликтную ситуацию, которая вот сложилась между вами? Только я хочу предупредить, наш разговор записывается, чтобы вы были в курсе. Прекрасно, очень хорошо, очень хорошо. У нее в огромнейшем количестве, это сейчас затишье, ясно, понятно, что курей сейчас никто не покупает, ни цыплят, ни молодняка, ничего. И у нее сейчас все закрыто, и любая комиссия скажет, что у нее нет. Но когда начинается вот весной, вы не представляете, какие я выдерживаю вот эти вот испытания. Летом дверь не открыть. Вот это, ну, курятник, вы понимаете, какой запах. Я говорю, до того, как приехала комиссия, три дня здесь работали, вывезли все, вымыли кельхером все помещение, комиссия приехала, чистота, порядок. Однако не все мясовые же хоры поделяют меркование Валентины Смаль. Многие кажут, что таких спрэшек у везцы давно не было. Периодично возникали конфликты. Бо у человеческих взносинах, як и в жити, не може быть только белая полоса. А лишь завсёды усё выращалосься мирным шляхом. Ганна Карелина одна состорожила у вёзки. Отлеглась от её дома до подворка Алены Рудовой два метры. При этом неозручностях у женщины не отшувая. Какая может быть воня, если они постоянно чистят, убирают. У нас никогда никаких скандалов, ну, ничего буквально. Нам она совершенно не мешает. Что она держит, как она держит. Я тоже было, и хозяйство было, много было хозяйства. Это что я сейчас вот инвалид с сапочком. А у нас столько было хозяйства, что у её... Так что нам у каждого спрашивать, держать нам что-то или не держать? С неё надо пример брать и вот равняться. Ей равняться, нам равняться. Я, допустим, намного постарше её, но я, говорю, беру пример. Честно. Я приду, у неё посмотрю, вот проезжаю, еду, посмотрю. Да, и мне надо что-то подтянуться. Мне надо взять пример. Культуру поводина, выхование и пошутчётакту никто не отменял навод у самых напруженных ситуациях. А лишь то робить, коли вырошить конфликт мирно, не отримливается. За отказом мы свернулись до юристов. Способы защиты различные. Начиная от возможности обратиться в суд за защитой порядка гражданского процесса, с иском, с требованием опровержения кривитнических сведений, также может сопутствовать требования возмещения морального вреда, может быть и в том числе возмещение убытков, которые понесло лицо, в отношении которого данные сведения были распространены. Треба ведать, что законодавством продугледжена администрационная и навод криминальная отказность. Куды левш мирное урагалевание конфликтной ситуации. Пакуль кропка у этой истории не поставлена. Махчыма гэта отбудется зусим худка, и вёска головинцы знов заживе спокойным сельским життём.